В Симферополе почтили память репатриантов. В преддверии дня депортации к мемориалам торжественно возложили венки и цветы. Участники траурного митинга призвали весь многонациональный Крым к взаимопониманию и консолидации. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. Церемония торжественного возложения живых цветов памятником репрессированных народов началась на привокзальной аллее на бульваре Ленина. У каменного постамента, на котором скоро будет возбегнут памятник, жертвам насильственной депортации крымско-татарского народа. Оттуда траурная процессия отправилась к мемориалу, расположенному на территории Таврического национального университета. Все нужно делать вовремя. Я убежден, что пройдет совсем немного времени. Мы будем вспоминать о событиях крымских, когда были какие-то у нас проблемы и непонимание, связанное с адаптацией в крымское сообщество депортированных народов, с легкой грузкой. Потому что это все уйдет в прошлое. Последние списки, но далеко не последние по значимости и зрелищности, стала церемония возложения цветов к мемориалу возрождения в Крымском инженерно-педагогическом университете. Память погибших удали от родины почти ли сотни человек. Ольга Коветиди, член Совета Федерации от Республики Крым, выразила глубокое убеждение в том, что репатрианты в Крыму могут быть полностью уверены в завтрашнем дне. Вы знаете, такого подъема, такого единодушия не было никогда. Люди, они счастливы. Почему? Потому что сегодня во исполнение указа президента составляется целый ряд нормативно-правовых документов, в соответствии с которыми определены меры по материальному обеспечению депортированных. То есть это реальные деньги. И они исчисляются сегодня в миллионах долларов. Позднее в здании Крымско-Татарского театра представители депортированных народов собрались все вместе, чтобы почтить память жертв репрессии. Вице-премьер Сергей Донич вместе с другими представителями крымской власти пришел отдать дань памяти погибшим. А заодно поделился своим видением будущего репатриантов в Крыму. Во-первых, уже существует указ президента о реабилитации. Во-вторых, будут выделены дополнительные многомиллионные средства на обустройство депортированных, на создание той инфраструктуры, которая отсутствует в местах компактного проживания. Это и школы, и детские дошкольные учреждения. Подводя итоги памятных мероприятий, Сергей Донич особо отметил то, что каждый житель Крыма должен в первую очередь ассоциировать себя с многонациональной российской державой, все народы которой научились жить в гармонии друг с другом. Егор Петрунин, Олег Бойко, Время новостей.